Новый фигурант болотного дела Дмитрий Рукавишников, один из лидеров Ивановского отделения Левого фронта, взят под стражу. Напомним, оппозиционер обвиняется в участии в массовых беспорядках в центре столицы 6 мая минувшего года. Основанием стали показания свидетеля, запомнившего, как Дмитрий толкал биотуалет. Во вторник в квартиру активиста с обыском нагрянули московские следователи. В Дмитрии опознали дебошира с болотной и тем же вечером доставили в столицу. В четверг Басманный суд Москвы решал арестовать Рукавишникова или выбрать иную меру пресечения. Защита ходатайствовала о домашнем аресте или подписке о невыезде. Но суд решил, что до 2 июня Дмитрий будет находиться в следственном изоляторе. А тем временем соратники Рукавишникова. По позиционному движению уверенные в близорукости правосудия провели акцию в поддержку товарища в центре города. Власть открыта, свои репрессии сейчас проводят на регионах, с целью устрашения. Показывают, что никто не защищен от судебного беспредела. Любого человека могут абсолютно ни за что посадить в тюрьму. Суды проштампуют полностью любое абсурдное нелепое решение следственных органов и человек поет в тюрьму. Это чисто по политическим мотивам. Бандитов они не трогают, как известно, взяточников они не трогают. Все сидят под домашним арестом с украденными миллиардами, а людей, которые выступают за свободу слова, за справедливость сесть, сажают массово в тюрьму.